Это Пульс Дня. Мы продолжаем выпуск. Ко мне присоединяется консультант по инвестициям Давид Полевой. Давид, здравствуйте. Добрый день. Ну вот сегодня мы узнали, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня AAA на уровень AA+. Что это значит? Как это может отразиться на нас всех? Они мотивировали это, что политическая нестабильность и растущий госдолг. Поэтому рейтинг AA+, это довольно большой рейтинг тоже. S&P, например, другое агентство Standard & Poor's, имело этот же рейтинг AA+, уже больше, чем 10 лет. И что это для нас значит? Это значит, для американской валюты, доллара, это не очень хорошо. И для того, что американская валюта госстандарт по всему миру, это, конечно, не самые лучшие новости. Однако, не стоит, как бы, опечаливаться, потому что AA+, как я сказал, это довольно, это второй, как бы, самый сильный рейтинг, который есть. Вот вы сказали, что одна из причин является политическая нестабильность. А в чем она заключается? Есть какие-то предположения? Ведь, если, ну, так-то посмотреть, мы не видим никакой нестабильности в настоящее время? Дело в том, что, да, Джанет Йелленд возмутилась насчет этого решения и сказала, что оно, как бы, не соответствует последним экономическим данным. Однако, однако, в чем политическая нестабильность? Долго решали поднять поцелом госдолга, в последний момент решили. То, что Конгресс разделен на две части, и эти решения занимают долгое время, и то, что много дебатов насчет госдолга идет, и, как бы, нету, как бы, сильных решений, которые все, как бы, согласны. Слишком много, много оппозиции к решениям. Вот, кстати, простите, перебиваю, но одно из последних решений, это решение ФРС о поднятии процентной ставки. Я так понимаю, что это рекордная цифра до 5,5%, рекорд за 22 года, да? Как это может отразиться на нас? Я правильно ли понимаю, что в первую очередь это отражается на процентных ставках по кредитам? Если так, то, например, если мы говорим о покупке недвижимости, как это будет работать? Какие средние ставки сейчас? И нужно ли покупать недвижимость сейчас? Или, может быть, вы можете спрогнозировать, что в дальнейшем ставка не будет повышаться, будет уменьшаться, и тогда нужно подождать? Или это не сыграет большую роль? Ну, решение покупать недвижимость зависит от того, сколько вам обойдется по сравнению с вашей арендой. То есть, если это дешевле или столько же, то и вы считаете, что вы будете там жить долгое время, вас это устраивает, жилье, то потому что рынки, они разные, в каждом городе по-разному. Где-то поднимается, где-то спускается цена, и это нелегко предсказать насчет жилья. Поэтому ставка сейчас около 7% моргичная, это высокая ставка. Я думаю, что через год, и многие предполагают, что она будет ниже. Однако вы можете взять то, что называется Adjustable Rate Mortgage, который, если ставка снизится, то и он снизится. Поэтому решайте в основном, насколько долго вы там сможете жить, вас устраивает ли это жилье, и как это сравнивается с вашей арендной платой на такое же жилье примерно. Поэтому это сложное решение. Сейчас некоторые эксперты говорят, что прогноз по рецессии не сбывается. То, о чем мы с вами говорили несколько месяцев назад, сначала вроде как прогноз был очень вероятным, затем 50-50, и сейчас эксперты говорят, что рецессии, возможно, не будет. Как вы ощущаете вот этот прогноз сейчас? Я думаю, что ее или не будет, или она будет очень мягкой. Потому что экономика не сильно растет, но растет. А рецессия, это значит, что экономика не растет. Поэтому пока что нету, как бы, нету этого, рост остается и нету показаний на то, что он снизится пока что. И безработица тоже низкая, очень низкая исторически. Поэтому шансы рецессии стали намного меньше, чем они были пару месяцев назад. Как вы считаете, это результат какой-то кредитной политики ФРС, или это результат хорошей работы администрации Байдена? Как получилось избежать рецессии? Я думаю, что американцы сами по себе начали тратить деньги на вещи, и экономика поднялась из-за этого. Я не думаю, что политика влияла особо на это. Политика повышения ставок должна, по идее, погасить рост. Но она его не погасила. Поэтому мы еще время покажем, что инфляция погасилась. Инфляция стала, я считаю, что она исторически стала нормальной. Исторически она примерно 3%, что сейчас есть. Они хотят, чтобы ФРС, чтобы оно было 2%. Но я не думаю, что это стоит так бороться за этот процент разницы и погасать из-за этого экономику. А что принципиально изменится, если, допустим, правительство добьется инфляции в 2%? Я имею в виду, но цены в магазинах же от этого не упадут? Ну, они меньше могут расти, больше или меньше. Это зависит от урожая, от многих вещей. Поэтому это зависит от нефти, от инфляции, стоимость нефти, которая тоже нелегко предсказывается. Поэтому мы, как бы, инфляция, я считаю, что 3% это исторически нормальная цифра. Давид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был консультант по инвестициям Давид Полевой. Спасибо большое. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин